Тулбор Электротранс активно осуществляет обучение будущих квалифицированных водителей автобусов, троллейбусов и трамваев. Предприятие уделяет особое внимание подготовке молодых кадров. В процессе обучения выплачивается ежемесячная стипенья в размере 15 тысяч рублей. Важную роль в процессе обучения играет теоретическая часть. Например, в подготовке будущих водителей троллейбусов особое внимание преподаватели уделяют теме эксплуатации троллейбуса на линии, так как водители несут материальную ответственность за свое транспортное средство. Особое внимание уделяется техническому осмотру перед выездом. Водитель должен уметь устанавливать только приемники, осуществлять протяжку колес, да и вообще уделять особое внимание своему транспортному средству. У меня отец был водителем троллейбуса, и мне это знакомо, нравится. И с этим я уже связал свою жизнь. Инструкторы у нас хорошие, помогают, подсказывают в трудных ситуациях на дорогах. Многие машины не соблюдают, подрезают троллейбусы. Потому что они не понимают, как тяжело на троллейбусе работать и останавливаться на нем. А легковые машины быстрые из-за этого. Иногда в ситуации конфликтные на дорогах происходят. Вот и состоялась долгожданная поездка в город на учебном троллейбусе. Это самая интересная стадия обучения, но и самая ответственная. Необходимо внимательно следить за ситуацией на дороге и положением только приемников. Всего будущие водители должны отъездить по программе обучения 127 часов. Не часто приходится встречать представительность прекрасного пола в роли водителя троллейбуса. Но бывает и исключение из правил. Была мечта, долго мечтала. Детей у меня трое. И я, как бы, пока они не подросли, не могла идти учиться. Сейчас детки подросли, и вот мечта осуществляется. Немаловажную роль в процессе обучения играет инструктор, от которого зависит практическая подготовка будущих профессиональных водителей общественного транспорта и формирование ответственности к работе. Нам приходят разные люди, конечно. Так как у них были перед этим какие-то профессии. Но здесь, конечно, нужно, на первую очередь, тут, конечно, реакция и внимание. Ну и культура, конечно, тоже обслуживая, она тоже учитывается. Индивидуальный человек должен сам по себе быть. Подход с людьми, к людьми должен, как говорится, работать с ними. Потому что пассажиры разные бывают. Надо же, чтобы у водителя тоже была выдержка, правильно? Не смотря на их реакцию, нужно же самого оставаться именно, как говорится, хладнокровно относиться к этому, спокойно, без всяких нервных срывов. После прохождения полного курса обучения, успешным кандидатам гарантировано трудоустройство водителям автобуса, троллейбуса или трамвая. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...